Доброе утро, дорогие товарищи! Московское время 6 часов 1 копейка. Воскресенье, мистер. День веселия. Солнце светит в каждый бом. Закончили позывные. Да, причем мы не начали, как говорится, кончить. Я сразу же хочу вас всех попросить чуть-чуть говорить громче и ближе к микрофону, потому что нас тут укоряют. Справедливо, многоуважаемый МИК, наш постоянный слушатель, офицер, человек уважаемый, делающий тоже подкасты, очень интересные офицерские подкасты на военную тему, безумно интересные, недавно послушал. Всем рекомендую, кстати, послушать. МИК, здравствуйте. Он нам укорительно сказал, что слушать нас на улице невозможно, говорим мы тихо, морду от микрофона отворачиваемся. Я нет. Мы не подонки, я с ним полностью согласен. Это да. Ну, это потому, что ты очень высокого мнения о себе. Жизнь расставит все на свои места. Это была радиостанция «Свояк». Потому что «Маяк» уже есть. Саша, у нас человек самый культурный. Поэтому я переполучил ему одно дело. Наши постоянные слушатели, парочка одних наших постоянных слушателей, они прислали недавно ссылку на прошлой неделе на очень интересную тему. Так или иначе, мы ее периодически касались. И я предложил ее нашим посидельцам рассмотреть, как мы уже неоднократно рассматривали, послал ее Саше, чтобы он маленько, ну, сделал небольшие купюры из того, чтобы читать все долго. Вы сможете почитать целиком это все по ссылке в шоу-нотах. А вот некоторые выдержки, некоторые, так сказать, фрагменты этой записи. Сейчас нам многоуважаемый Саша, как самый культурный человек, обладатель шикарного голоса. Эдикции, эдикции. Да, не то, что наши противные выговоривания, как у нас с Хефицем, отвратительные. Ужас. Да не будет ли любезен досточтимый Александр за честь? Но слово «по ссылке» я не говорил. Ладно, да. Итак, цитата. «Ой, ой, ой, они уедут. Они заговорили об эмиграции. Им не разрешают фоткать. Их обгоняют по встречке. Им хамят азеры. И они решили поугрожать. Они уедут. Их пять-шесть миллионов. Не смешите. Ваши дедушки по десять лет ждали, когда их арестовывать придут. И не дернулись уехать даже в соседний город. А когда их везли на Колыму, ждали амнистию и собирали шелуху у лагерной помойки. И это не быдло. Офицеры, чиновники, интеллигенции. Быдлом стали их внуки. Жирные менты, офисная шваль, путинская, гвардия спиногрызов. Никуда вы не уедете. И не потому, что у вас денежек нет. У многих есть. Почему? Причины две. Первое. Никто вас к себе не пустит. Вы до сих пор верите, что за деньги можно купить вид на жительство. Вы идиоты. ЕС давно подготовился. И вас просто не впустят. И второе. Вы не сможете здесь жить. Вы умеете только обманывать. И учили вас только этому. И ждете вы, что все хотят вас обмануть. И поэтому вам можно жить только среди себе подобных. В собственной выгребной яме. Чтобы уезжать, вам сначала нужно научиться пользоваться туалетной бумагой. Заставить себя не ссать в подъезде. И не накачивать губы ботоксом в 15 лет. И может быть потом, через пару поколений вашей потомки, смогут пересилить себя и не будут жрать водку каждый день. И наконец-то полюбят собственных детей. Вам не выжить там, где правит закон. А не ваше любимое бабло. Вам это не понять. Уже на генетическом уровне. Поверьте. Те, кто хотел уехать, давно уже сделали это. Без болтовни, без шума и пыли. И живут. Тихо, спокойно, не выделяясь. Рожая детей, работая. С уверенностью в завтрашнем дне. В чистоте и благополучии. Не афишируя, откуда они. И немного стыдясь этого. Гениально. Можно я? Да, да, да. Кто это? Это был «Голос разума». Нет, нет. Кто это написал? «Голос разума». Ну, это я не знаю его имя. «Голос разума. Я вас люблю. Даже если вы мужчина». Да, да, да. Я не знаю, мужчина это женщина. Внимательно изучить его блог будет. Ну, там много интересного. На самом деле, рекомендую прочесть целиком весь текст. Правда, там стало нам приготовиться очень много исконно русского языка, который Саша из культурности пропустил. Да. Чтобы нам не переводить наш подкаст в плюс 18. Да. Ну, соответственно, вот такая вот тема, на собственно говоря. Уезжающие не уезжают, не уезжающие уезжают и так далее. Да. Вот. Итак, что есть сказать по этому поводу многоуважаемым доктору Саше и мне, может быть, иногда? У меня очень много есть что сказать по этому поводу. Во-первых, скажи мне, вот «Голос разума», он откуда? Из Москвы? Я пока ничего не знаю. Я мельком не изучал. А можно я скажу, что если «Голос разума» из Москвы, я был бы счастлив видеть его среди нас? Мне редко доводилось читать столь выверенный, прекрасный, стилистически сделанный текст, во-первых. Даже на слух воспринимается блистательно. Поэтому я был бы счастлив, если бы «Голос разума», будучи москвичом, присоединился к нашим посидениям. Потому что столь выверенное, четкое и литературно оформленное мнение редко когда услышишь. Теперь, как это пишут в интернет-ресурсах по Сабжу… Удай по Сабжу. Да. Не имею в виду по соточке, а по Сабжу. Да. Во-первых, я не согласен. Прекрасно. Я не согласен с одним пассажем насчет того, что Евросоюз подготовился и, несмотря на всякие вот эти намечающиеся послабления стула и выдачи виз, якобы не пустят никого. Я не согласен вот с чем. То, что я вот вижу. То, что я вижу. Отвратительная внешняя политика Евросоюза и Соединенных Штатов Америки по отношению к тому режиму, который называется сегодня государство российское, отвратительная эта позиция показывает, что для Евросоюза и для США главным как раз является бабло. нефть, алмазы, уголь, железо, дерево, потому что только неслыханная жадность может заставить интеллигентных людей иметь дело с таким лагерем, который превратился, ну, собственно, не превратился, а который снова воскрес, да, как бы на территории Российской Федерации. — Он всегда был такой. — Ну, там был короткий период, когда мне дышалось легко. — Такие периоды периодически у вас в России в основном это всегда. — Я согласен. Согласен. Беру в зад свои слова. Всегда был. Так вот, Евросоюз настолько жаден, что он, безусловно, тоскует по русским деньгам. И он с удовольствием пустит на свою территорию любое быдло при наличии у этого быдла больших запасов бабла. И это всегда было. Достаточно посчитать русскую литературу. — Согласен. — Еще при царе, при перво-русских купцах. — Согласен. — Согласен, абсолютно. Но, вот, читая литературу и сравнивая ее с сегодняшним днем, я могу сказать, что в определенные периоды истории, как мне кажется, у лидеров Евросоюза и Соединенных Штатов Америки была совесть. — Это тебе только кажется? — Не совесть. Беру назад. Брезгливость. — Это тоже кажется? — Нет, не кажется. Была брезгливость. — Господин Орловский явно... — Это Юрий Борисович Кефин сейчас говорит, что это... — А что такое? — Была брезгливость у них. — Продолжает. — Нет. — В политике брезгливость? — Была. — Вау. — Вау. — Они не всегда, не все и не всем продавали за деньги. Я скажу так, не все правительства европейских стран и Соединенных Штатов Америки не во все времена все продавали за бабло. За нефть, за дешевый газ, за вот всю эту мерзость. Это было не всегда. Сейчас, к сожалению, голый прагматизм и неслыханная жадность взяли верх, и если бы той же премией квадрига распоряжалось бы правительство Германии, а не некие неправительственные круги, эту премию безусловно присвоили бы Путину. Вот. И так с этим я не согласен. Я считаю, что пустят и без сомнений пустят. Все остальное я готов, всеми имеющимися у меня конечностями я готов подписать. Люди, живущие в этой стране, в массе своей, никогда никуда не уедут, потому что они холопы и рабы. И жить в мире, основанном на диктатуре закона и права, они не могут и не будут никогда. — Вот так вот. — Да. И мы видим это. Я, так сказать, путешествую по Европе, видел очень много русских гетто. Во многих городах Европы я видел русские гетто. И, как мне рассказывают, в том же Торонто, например, есть русский район, куда ни один приличный человек даже носу не покажет. Потому что это район, густо населенный быдлом, совершенно неспособным жить в условиях канадских реалий и перетащившим в этот район Торонто весь обычай низкий и подлый, который они взяли из своих вытребенек и якобы Москв и Санкт-Петербурга. — Юр, можно большую вклиночку? Дело в том, что этой темой достаточно давно занимаюсь. Дело в том, что, как известно, было несколько волнов эмиграции. Первая волна эмиграции была в 1885 году. И дело в том, что так называемые русские за границей, они очень сильно разные. Более того, я хотел бы тебе сказать, что первая, вторая волна эмиграции, она даже не общается с той пресловутой волной эмиграции Брежневской и так далее. — Да я согласен с тобой. Но мы говорим... Ведь он же пишет сейчас не об эмиграции 1889 года. — Так давай поэтому не говорить о тех русских... — Он же не о Герцине пишет. — Поэтому не будем говорить о тех русских районах, которые есть сейчас, а тех, кто сейчас живет в России. — Я об этом и говорю. Вот сейчас, вот сейчасное нынешнее наше общество, членом которого я имею несчастье быть и состоять, никогда никуда не уедет. Оно останется здесь, потому что оно не может жить в нормальной стране. А попав в нормальную страну, оно начинает кучковаться, организовывать гетто, замыкаться и жить по-прежнему российскими законами. — Опять же не так. Дело в том, что едут абсолютно разные люди. Я, как человек, у которого практически 95% моих коллег, друзей, товарищей, практически уехал. Почти никто не остался здесь в России с сербскими, когда-то начинал, учился и так далее. Они уехали совершенно по-разному. — Андрей, ты совершенно не слышишь текст. — Погоди, секундочку, Юр. — Текст я хорошо слышу. Более того, я его еще читал. — Но он же не в Бродском написан. — Погоди, я с Бродским, к сожалению, не дружил. Поэтому я могу сказать другое. Они уехали совершенно по-разному. Есть люди, у меня знакомые, которые уехали и даже не разговаривают на русском языке. Они живут в совершенно другом обществе. Есть люди, которые были и здесь с другими, они уехали, они там работают сейчас в банках и так далее, в местных банках, говорят на местном языке, они к ней не кучкуются. Есть люди, которые здесь бездельничали, они ехали туда, и там тоже бездельничали. У меня есть знакомый, который абсолютно нормальный человек, художник и так далее, но он уехал, он живет, берет там со свалки барахло, получает какую-то социальную страховку от государства и бездельничает. Люди очень разные. — Окей. Ты слышал мои слова в массе своей? — Слышал. — Почему ты делаешь упор на исключениях? Они есть всегда. — А это не исключение. — Это исключение. Из общей массы, вот если взять за сто процентов общую массу уехавших за рубеж, я одного процента не положу на тех людей, о которых ты говоришь. Основная масса даже не думала адаптироваться. Даже евреи, уехавшие в Израиль, русские евреи, живут в Израиле, никак не адаптируясь к местной публике, а продолжая жизнь русских советских людей. — Проси Юра, а армяне уехавшие в Москву, таджики, а в чем половая разница? — Половая разница вот сейчас в чем. На самом деле никакой России для меня не существует. Как был Советский Союз, так он и остался. — Тут я согласен. — И вот вся эта Украина, Белоруссия, Таджикистан, Узбекистан, я их не считаю нероссиянами. — И я тоже так же согласен. — Поэтому я хочу разделить вопросы внутренней эмиграции. Когда таджик приезжает в Москву, для меня это не эмиграция. Для меня это приезд жителя провинции в метрополию. Это никакая не эмиграция. Для них Москва по-прежнему родная их страна. — Я согласен, но говорит он на своем языке. — Это совершенно к делу не относится. Это относится к отвратительной национальной политике Советского Союза, которой не было никогда. Не об этом пишет человек по имени Голос Разума, на мой взгляд. Он пишет исключительно о гражданах империи Советского Союза, Российской империи, которые уехали на Запад или кричат, что хотят уехать. Так вот, говоря об этих людях, о тех, кто уехал или кричит, что хочет уехать, и я тут и себя имею в виду тоже. — Тоже кричишь? — Конечно. — А что ты кричишь? Тебе прищемили? — Да. — Вот сейчас об этом и поговорим. — Мне прищемили. Я очень хочу уехать, но я понимаю прекрасно, кем я там буду. — Чёртов импотент. — И что я там буду делать. Совершенно верно. Чёртов импотент. — Я хочу напомнить нашим слушателям, что название нашего подкаста звучит так. — Иммиграция, двоеточие. Слово и дело. — Совершенно верно. И даже если мои слова и вопли воплотятся в дело, и я уеду, куда бы я ни уехал, я никогда в жизни своей ни за что не ассимилируюсь и не смогу жить жизнью нормальных людей, жизнью людей, живущих по закону и по праву. И не потому, что мне 57 лет, а потому что я козёл, я раб. Я не смогу. И я, безусловно, буду поддерживать контакты с русскими айтишниками, с русскими инструкторами, которые учат водить машину. Я буду искать русских ремонтников, которые мне побелят кухню, или русских сантехников, которые мне под раковиной что-то сделают. Я не вызову ни канадского сантехника, ни немецкого белильщика. Я буду искать вот этих братьев моих по крови, которые придут и за скромные деньги, и опять тяп-ляп, как здесь наколотят мне винты и гвозди. Потому что я конченый человек. И вот люди, которые орут, мы хотим уехать и не уезжают, и вот то быдло, я подчёркиваю, быдло быдлястое, о котором пишет голос разума, и которому я принадлежу всем телом и душой, оно вот так себя и будет вести. Никогда они никуда не уедут, а уехав останутся с котами. Доктор очень жёсток. Я хотел бы услышать интеллигентного человека, ну и у этого доктора. Это правда. Значит, я воспринимаю текст, который я зачитал не как тему для обсуждения, а как некую затравку, повод для нашей встречи и разговора. Теперь, по сути, мы очень разные. Я очень не люблю обобщение. Обобщение не работает. Среди уезжавших, уехавших и те, кому предстоит этот непростой поступок, огромное количество разных людей. И выделять их на группы тоже не хочется. Значит, можно говорить только о том, что ты знаешь. Вот лично я, я знаю из них 2-3 группы, действительно знаю. Об остальных я не могу говорить. Первая группа – это люди, которые уехали и растворились в той среде. Разумеется, это относительно молодые люди. Они делали это намеренно. Они не остались в рамках Бруклина, если мы говорим об Америке. Они расползлись по стране намеренно. Они стали американцами. Это было крайне непросто. У меня есть ближайшие друзья, которые так поступили. Я знаю путь, который они прошли. Но теперь это граждане мира. Они граждане страны, но они в языке, они в культуре этой страны, куда они уехали и прочее, прочее. Гениально. Сколько их, я не берусь рассуждать. Я не знаю, сколько их. Много, мало. А что такое народ? 200 тысяч это народ или 250 тысяч народов? Это мы недавно обсуждали. Да, да, да. Это я не знаю. Значит, вторая категория людей – люди, которые уехали, условно говоря, за колбасой. Колбасная эмиграция. Она была широко распространена в России в конце 80-х, когда люди вообще начали массово уезжать. Они просто переехали. Туда, где лучше. Туда, где лучше, где много сортов колбасы, где спокойнее и прочее, прочее, прочее. Нет революции. Нет революции. Ничего этого нет. Нет этого хамства. Нет, они поспокойнее. Точно так же, как сейчас многие из горячих рточек приезжают в Россию. Совершенно верно. Как правило, это люди более старшего возраста. И что? Осуждать их? Да никогда в жизни. Никогда в жизни. Они никогда не освоят язык. У них всегда будет русский язык. У них будут именно эти самые русские сантехники. Ну да. Да. А как в Америке существует China Town? В Нью-Йорке, например. Я только хотел сказать, что мой опыт общения это и итальянцы, это и мексиканцы. Это огромное количество всевозможных других наций, которые, приезжая куда-то, точно так же кучкаются в свои районы, в свои группы. И даже, что они рассеяны по городу, все равно они собираются в определенных клубах, будем так говорить. Где принято собираться в определенных нациях. Совершенно верно. Вспомните американский гейматограф. Итальянцы собираются в итальянских кофейнях, ресторанах. Это нормально. Но ведь никто не знает, как правильно жить в этом мире. Что такое правильно жить? Все живут так, как они живут. Стараясь, если это нормальный человек, не нарушать законы прописанных. Все. Все остальное, это личное дело каждого. Поэтому никакого осуждения этих людей у меня нет. Мне вообще не осталось не осуждать людей. Что касается, Юра, того замечания, что ты, лично ты, будешь вызывать русских сантехников, ты никогда не обратишься, ба-ба-ба-ба. Я не знаю, откуда это идет. Это идет от нашей, в общем, необразованности в смысле языков. Для нас, для многих людей, культурных, интеллигентных людей, интеллектуалов даже, владение иностранными языками, в пору железного занавеса, было крайне проблематично. Потому что нас учили странные учителя, которые никогда не были за границей, не знали, не слышали язык, которому они нас обучали и прочее, прочее. Если мы не выезжали из страны, у нас не было повода. Саш, можно небольшую ремарку, я перейду на секундочку. Ты свято веришь, что, предположим, итальянцы, французы и многие другие, да и американцы те же самые, так хорошо знают иностранные языки. Я тебе готов уверить, что они знают намного хуже наших граждан. Я думаю, что американцы точно знают хуже, а вот европейцы знают, я думаю, два языка. Заблуждаешься. Итальянцы, предположим, практически не знают никакого языка. Ну, хорошо. Я не буду спорить. Я просто говорю о причинах, которые мне кажутся заключены в юриных словах. Потому что я такой же. Я, находясь здесь, не изучаю английский язык. Хотя иногда я выезжаю и мог это делать. Но я понимаю, что язык уходит, ну, как бы чужой язык уходит, его бессмысленно учить. Нужно жить в среде, либо ты работаешь с этим языком, да, потому что язык формирует твою ментальность во многом, да, и оказываясь за границей, переезжая туда жить, да, наличие или отсутствие языка во многом формирует твое отношение к жизни, находясь там. Опять-таки ты замыкаешься в своей диаспоре или ты растворяешься. Что касается разговоров слова и дела, о котором мы заявили, да, как теме, то есть еще категория людей, к которым, например, отношусь я. Я, я бы очень хотел уехать, но я не могу уехать, потому что русский язык это моя профессия, судьба, диагноз и все, да? Вот это очень у многих на самом деле. Да, и я думаю, что я совершенно не одинок. Так или иначе, русский язык является не просто языком общения, а нечто гораздо больше. Не для всех, но для некоторой части. Если бы это было не так, если бы я был таким, вот точно таким, какой я есть, но был бы, например, программистом, мы бы здесь не сидели точно в таком составе. Я это просто точно знаю. Саша, ты же говоришь, что ты хочешь уехать, но ты хотел бы уехать именно так, как ты видел, от той волне и миграции, просто туда, где уютнее. Не потому что ты не любишь, скажем так, страну как таковую, а потому что тебе здесь неуютно. Я правильно понимаю? Да, совершенно верно. Просто если бы здесь было чуть-чуть поуютнее, скажем так, в этом доме бы прибрались? Безусловно. Не было бы повода. Вот. Вот. Я вообще категорически не согласен с тем, как пошел разговор. Мы обсуждали конкретный текст. И все с ним связано? Мы на его тему, на тему этого текста говорим. Вместо этого вы ушли, бог весть куда. Я позволю себе вернуть нас к изначальной посылке. Он хочет вас вернуть? Да, я хочу вас вернуть. Значит, Саш, первое, речи не шло о том, навидеть или ненавидеть этих людей, осуждать их или не осуждать. Об этом речи, и голос разума об этом тоже речи не ведет. Хотя эмоциональный фон его текста таков, что он этих людей как бы не любит. Но называет их быдлом. Это оценка. Значит, ты понимаешь, какая штука? Это очень тяжело, потому что, скажем, я подозреваю, что даже у Пушкина были моменты, когда он называл себя быдлом. То есть, кто называет себя быдлом, в какой ситуации и по какому поводу? Он не себя называл. Этот человек, о котором обсуждаем, он высказал отношения к людям. Я сейчас о Пушкине говорю. Я хочу сказать, что когда человек говорит быдло, он никого не хочет оскорбить. Я больше, чем в этом убежден. Он обозначает некий ряд социальных инстинктов, которые характеризуют человека как неспособного и не желающего войти в чужой монастырь и жить по его закону. Вот о чем, на мой взгляд, говорит голос разума. Пусть быдло – это слишком резкое в данном случае выражение, но я уверен, что голос разума никого не хотел оскорбить. А он просто обозначает ряд социальных инстинктов, которые, повторю, не позволяют человеку, уехав из этой страны и приехав в другую, принять ее законы и жить по этим законам, а не диктовать свои правила поведения. Это первое. Второе. Я категорически не понимаю. Мы, значит, уходим в отвратительную тему, которая называется «любить страну». Я не знаю, что это такое. И никогда этого не понимал. И не пойму никогда. Поэтому давайте выражаться точнее. Страна – это что, кусок на карте? Ты любишь кусок карты? Нет, не в этом дело. Я могу объяснить. Ты вот отвечай – да, нет. То есть ты любишь не кусок карты? Нет. Так, второе. Ты любишь не кусок земли? Нет. Не березки? Нет. Значит, страна для тебя – это люди? Да. Значит, если ты, уехав в Канаду, попадаешь в общество людей, приятных тебе, ты будешь любить Канаду? Нет. Тогда я не понимаю, что такое страна для тебя? Это все вместе. Что такое все вместе? Это все вместе. Андрей, это лукавство. Нет. Юр, я тебе еще раз говорю, что я достаточно много и долго был. У меня была возможность. Я тебе рассказываю другое. Что такое страна, ты скажи? Да мне плевать, что это такое по определению. Есть вещи, которые нельзя передать словами. Ну, слово «страна» к этому не относится. Это не свобода, не любовь и не совесть. Я тебе еще раз говорю, что я говорю о том, что мне комфортно здесь. Это другой вопрос. Погоди. Мне комфортно именно здесь. Именно конкретно в данной, скажем так, человеческой, географической и так далее. Мне нравится сочетание. Сочетание определенное. Теперь давай продолжу ответ на твой вопрос. Ты меня спросил. Значит, если рассматривать страну, как вот то, что ты сейчас сказал. Мне здесь комфортно, ты сказал, да? Действительно, это не требует уточнений. Мне тут грязновато, но комфортно. Окей. Мне здесь комфортно и все. Пьеру Безухову, помнишь? Да. У него был новый халат, он его не носил, потому что ему было комфортно в старом засаленном рваном. Да? Я его не осуждаю и тебя не осуждаю. Так вот, я буду говорить о себе. Можно, да? Мне здесь не комфортно крайне. Почему мне здесь крайне не комфортно? Потому что эта страна не хочет, не будет и не умеет жить по закону. Потому что эта страна не хочет, не умеет и не будет уважать ни себя, ни других. Никогда. А будет уважать только силу и бабло. Это национальный характер. Согласен, это было всегда. Недавно на эхе Москвы выступал Ясин в программе «Тектонический сдвиг». И он привел в качестве аргумента, по-моему, фамилия этой женщины Заславская, которая выдвинула семь основных признаков и принципов национального русского характера. так вот, все, что она перечислила, леность, неспособность к систематическому, упорному, планомерному труду, неуважение ко мнению другого человека, абсолютное неуважение к своей жизни и к жизни соседа. И там еще много всего вот этого, да? Вот это создает ауру, в которой мне отвратительно здесь. Но! Могу ли я уехать из этой ауры в другую? Не могу. Потому что, ненавидя... Да. Потому что, ненавидя ауру России, я стал ее частью. Я увезу ее с собой. Юра, так ты опухоль. Раковая? Да. Себе вырезать надо? Безусловно. Ради Бога! Я буду только рад. И еще, пожалуйста, химиотерапию и ее облучение. Теперь, относительно того, что вот делить людей на группы, Саша сказал. Я не люблю делить людей на группы. Группа такая, группа сякая. Я с тобой совершенно согласен. Скажи мне, ты признаешь такой термин «тенденция»? Да, признаю. То есть, вот, например, в пустыне Сахара бывают дожди. Но тенденция такова, что там всегда жарко и сухо, да? Я соглашусь с тобой, что среди уехавших из России людей есть те, кто прекрасно вписался и перенял привычку жить по закону, и уважает, и все на свете, и стал американцем, канадцем, немцем, да? Будучи и оставаясь русским, стал, тем не менее, членом вот этого западного социума. Есть такие люди, Саша, но они есть. А тенденция заключается в том, что Россия – это хлев. И даже если в стадии свиней попадается вдруг одна, которая ходит в бабочки, она не делает погоды. И текст голоса разума именно о стадии свиней, а не о тех замечательных исключениях, о которых ты ведешь речь. Ты вращаешься в кругу этих людей, и тебе кажется, что таких очень много. Я этого не говорил. Но я это говорю, потому что я тебя знаю. А я, моя жизнь сложилась так, что основную часть своей жизни я провел среди жуткой мерзости, среди страшной, свинской, скотской мерзости. Ненавидя ее при этом, я подчеркиваю это, я стал ее частью. Юр, так бытие определяет сознание, может, именно в этом вида? Это спорный тезис. Чье бытие, чье сознание – это спорный тезис. Слушайте, мы совсем забыли о еще одной группе, весьма многочисленной. Та группа, которая даже не думает об отъезде. А что о них говорить? Голос разума не о них. Ты говоришь, что ты прожил именно среди них большую часть своей жизни. Им в голову не приходят мысли, связанные от съезда. Россия – самая лучшая страна на свете. Ну, или они вообще об этом не думают? Нет, они не думают. Ну, они не все патриоты. Многим просто наплевать. Ну, они патриоты стихийные, они биохимические патриоты. Потому что они ходят… Любую секунду они готовы выйти под соответствующими флагами и лозунгами. Значит, люди, которые принимают все-таки решение уезжать, уже отличаются от этой массы, не приходящей в голову. Нет, ты сам это сказал. Нет, они, на мой взгляд, уже отличаются. Нет, не отличаются. Другое дело, что они, на твой взгляд, все равно остаются быдлом. Нет, Саша, не в этом даже дело. Принимая решение уехать, человек может принять это решение по колбасным причинам. И тогда он для меня не просто быдло. Знаешь эту поговорку, что страшнее дурака? Дурак с инициативой. Так вот, быдло, знающий иностранный язык, для меня еще хуже, чем Дима Кондаков, который из всех языков знал только матерный. И что за Дима Кондаков? Дима Кондаков – это для меня нарицательное имя. Это хулиган в моем дворе, который, помнишь, да? Вот, да, вот. Так вот, это вот шпана-шпанища, вот такая вот, да? Вот. Это вот те круги, из которых вышли те, кто ныне нам диктует, как надо жить. Колгиада. Причем это одно слово, а не два. Да, да, да. Так вот, понимаешь, я готов уважать быдло, которое обожает все, что здесь происходит, и ходит на стадионы под красными знаменами, и вывешивает на стадионах баннеры «Сдох ваш Яшин, сдохнет и Динамо», я их уважаю за то, что они остаются здесь. Они иск… Странная фраза. А вот когда… Почему ты их должен уважать? Потому что они, по крайней мере, четко придерживаются своей внутренней среды. То есть они хотят, чтобы они не гадят дома вместе. Они честны. Понимаешь? Они честны. А вот сейчас доктор осуждает именно как инфекционист. Да. А куда я денусь? Я инфекционист и эпидемиолог. Да. И проктолог. И не в книгу. Да. Обязательно. А вот оставаясь быдлом уехать на запад за колбасой, за штанами, за машинами, за катеждами, за зубочистками, за жевательной резинкой… Неотъемлемое право человека. Неотъемлемое право желания жить лучше. Саш, Гитлер полагал, что неотъемлемым правом человека является убиение тех, кого он не считает людьми. Это спорный вопрос. Есть некая разница. Эти люди никого не убивали. Да что ты говоришь? Да что ты говоришь? Да что ты говоришь? Создали преступления. В отличие от Гитлера. Да что ты говоришь? А какое преступление совершали? Уехав за колбасой. Я тебя уверяю, что среди потомков, уехавших за колбасой, это дети, уехавших за колбасой в Израиле сейчас, ходят и кричат «Хайль Гитлер!» Это дети, уехавших за колбасой в Америке, сбиваются в шпанские стаи, в бандитские гангстерские стаи, избивают прохожих, грабят банки и нападают на людей. Можно небольшой кирпичик к словам Йора? Если, может, кто не знает. Дело в том, что во времена Муссолини очень много итальянцев уехало в свое время в Америку. К сожалению, именно эта волна их создала то, что в Америке принято называть итальянской мафией. Именно люди, уехавшие в свое время от режима Муссолини. Это так, к истории маленечко. Они уехали не от режима Муссолини. Но люди, уехавшие из России, не все являют собой русскую мафию. И не все итальянцы тоже. Это смешно. Давайте будем говорить не об исключениях, а о тенденциях. Почему ты сам призывал? Так вот, тенденция такова, что основная масса выехавших из простора Советского Союза за рубеж представляет собой отряд свиньи. И ведут себя как свиньи. Причем воинствующие свиньи. И их лозунг основной «Не буду учить английский, пусть они учат русский». И они живут в своих кварталах, где написано «Дантист», «Парикмахер», «Крашу-брею», «Сапожник Иван Федоров из Парижа и Лондона». И не думают. И при первой возможности, Саша, они стараются обойти законы той страны, в которую они приехали. — Ты категоричен, на самом деле. — Я категоричен. — Я не знаю. Ты как раз это призываешь говорить о том, что знаешь лично ты. Но ты судишь, опять же, сейчас о процентовке, не зная цифр, будем так говорить. — Я знаю тенденцию, Андрюша. — Это спорный тезис. — Именно это тенденция. Это спорный тезис. — Ну хорошо, но это мой тезис. Окей, я же не говорю, что я пришел сюда изрекать истины, неколебимые и вечные. Я высказываю свое мнение, как каждый из нас. Мое мнение таково, что я совершенно солидарен с голосом разума в той части его послания, где он пишет о том, что основная масса, подчеркиваю, основная масса людей, уехавших из Советского Союза, Саша, не относится к той прекрасной части людей, о которых говорил ты. Основная масса представлена нашим российским, советским, ужасным хлевом. И я, за границей, видел это на каждом шагу. Я с чем готов согласиться? Я готов согласиться с тем, Саша, что каждый видит то, что хочет видеть. Возможно, находясь за границей, я видел только говно, потому что хотел его видеть, и оно мне лезло в глаза. Возможно. Я согласен с тем, что я тенденциозный категорий. А может быть, это твой фильтр, грубо говоря, твой включенный фильтр, когда ты просто нацелен и видишь то, что хочешь увидеть. Возможно. Я думаю, что как раз в этом все и дело. Саша, я хочу сказать, знаешь, вот эта замечательная волна эмиграции, постреволюционная, о которой писал Вертинский. У него есть замечательная астрофа. Что-то там рассекаем океан и бороздим материки, и несем в чужие страны чувство русской тоски. Вертинский интеллигентный культурный человек не такими свинскими словами, как я, а совсем другими словами обрисовал то же самое, о чем говорю я. Стремление, как сказал Дантон, нельзя унести отечество на подошвах своих башмаков. Так вот мы уносим отечество на подошвах своих башмаков. И мы, уезжая туда, я даже больше скажу, мы отвратительно влияем на западное общество. Пока мы в массе своей не наводнили страны Западной Европы и Соединенных Штатов Америки, тамошние жители слыхом не слыхивали и нюхом не нюхивали о том, что можно бензин разбавлять мочой. И это мы научили их делать это. Потому что мы, ребята, мы не просто уезжая туда кучкуемся в свои маленькие концлагеря. Мы агрессивные. То есть теперь ты уже считаешь всех, что отсюда вирусом, я правильно тебя понял? Я слово «все» не хочу употреблять. Ну и всех многих. Тенденция такова, что русский вирус тотально проникает в страны Западной Европы и в США и активно портит и разлагает социумы этих стран. И я еще раз хочу сказать, не понимаю правительства Евросоюза и Соединенных Штатов Америки, которые абсолютно безразборчиво, абсолютно неразборчиво, абсолютно по-глупому образуют и организуют процесс эмиграции. Они должны были бы забирать отсюда лучших, и для этого есть масса фильтров. И не пускать в свои страны вот эту жопу поганую, которая едет жрать и носить штаны. Фу. А они пускают потому, что у этой поганой жопы чемоданы бабла. Обычного человека, Саша, вытрясут на всех таможнях. Понимаешь, вот я тебе скажу, мы когда приехали с женой первый раз в Лондон и с Риткой на рождественские каникулы, мы проходили в этом посольстве в Великобритании. Ребята, вы себе не представляете, нас мучили три дня. Меня спросили обо всем, кто мой сын, где он работает, а что я там буду делать, а что мы хотим посмотреть. То есть, когда мы вышли после третьего собеседования, я сказал жене, нас в Англию не пустят, хотя мы ехали на семь дней по туристической путевке. Первое, что я увидел, когда мы приехали в Англию сказать вам, вот мы прошли эти все таможенные фильтры в этом аэропорту, вышли и нас встретила эта женщина, которая должна была нашу туристическую группу возить по Лондону. Мы заходим в автобус. И шо я вижу? Я вижу вот такую вот гапку, которая говорит, а шо такое Лондон? Подумаешь, Лондон? Здесь наших полно и хорошо очень можно здесь жить. И шо эти англичане? Шо вам эти англичане? Подумаешь, можно жить так, не зная английского языка. Я знаю, где окорочка продаются. У меня свой парикмахер есть. У меня доктор свой есть замечательный, который даст совочков всем этим английским госпиталям. Я вам всем скажу, перебирайтесь и сюда. Это совсем не трудно. И можно жить, знаете, что эти англичане будут сами к вам ходить и завейдовать. Я, понимаешь, вот если бы... Вот я даю честное слово. Я доктор. Но если бы у меня в ту секунду был автомат, я бы весь разрядил вот этот... Злобный доктор. Да. Тот своим частением пафосной реплики вспомнил, наверное, смешную штуку в одном из блогов. Не помню, у кого это видел. Фотография, как раз, Лондонская улица. Повидел кто-то из бывших наших. Можно же буквенные номера брать. И там вместо номера слово одно. Я не буду, что у нас плюс на 18 его переводить. Там, скажем так, написано трахну. Но истинно русским словом, латинскими буквами. Вот, вот, вот. Они-то не понимают, что значит они выдали в этот номер. Вот, Саша, вот. И весь ужас заключается в том, что я, признавая справедливость твоих слов и признавая наличие в России замечательных людей, прекрасных людей, которые уезжают отсюда и говорят, боже мой, никогда. И они не селятся в русских районах. Они селятся в нормальных районах, даже теряя в деньгах. И учат язык. И ищут работу. И стараются изо всех сил адаптироваться. Другое дело, кстати, замечу в скобках, с какой готовностью западный социум принимает этих людей в качестве своих. Очень плохо. То есть можно, можно все сделать для того, чтобы ассимилироваться. И все равно встречать холодок. В первом поколении практически никогда не станет таким же. В том же Израиле, например, в том же Израиле ты можешь вылезть вон из кожи, но Сабра, услышав акцент в твоем иврите, никогда в жизни не пригласит тебя домой на чай. Но это я в скобках замечаю. Это относится не к иммигрантам, а к тем, кто их, так сказать, да? Так вот, Саша, признавая то, что ты совершенно прав, много в России замечательных людей, но это много, один процент может быть, не более того. Поэтому я еще раз всячески хочу согласиться с той тенденцией ментальной и интонационной, которая прозвучала в этом замечательном посте товарища по имени Голос Разума. Все верно. Не способны мы жить в нормальных странах. Не можем мы жить в нормальных странах. Не будем. Вот эта песня Макаревича, зачем подгибаться, как там, прогибаться под какой-то там мир? Изменчивый мир. Вы видите, дальше что? Пусть лучше он прогнется под нас. Правильно я цитирую? И на два часа. Я не знаю, что хотел сказать. Там немножко иной смысл. Минуточку. Я вырываю строку из контекста. Я верю, что Андрей Макаревич интеллигентнейший человек. И он не хотел... Доктор сегодня возбужден больше обычного. Да, перевозбужден и вернулся с дачи. Минуточку. У меня целую неделю была фрустрация. Я вас не видел. Да, да. Как я могу иначе? Вот. Но вот эта фраза, пусть лучше он прогнется под нас, это лозунг абсолютного большинства русской и советской эмиграции. И это отвратительно. И это очень опасно. Ну, собственно говоря, мнение вот этого гнусно-русофобской гниды мы выслушали. Мне бы сейчас хотелось послушать... Нормального человека. Да, да, да. Нормальный человек, спокойный. Который, совершенно удроченный видом. И мне кажется, он думает совершенно о другом. Удроченный. Да. Ну, дело в том, что то, о чем говорит Юра, разумеется, существует. И прекрасно ясно, вследствие чего мы такие, да, это понятно. Что когда мы отменяли рабство, в Англии уже были железные дороги и прочее, прочее, прочее. И хотя рабство мы вроде как отменили, на самом деле оно никуда не ушло. Оно было при царизме, оно было при большевиках, и мы рабы. У нас нет чувства собственного достоинства, и в этом вся история. Мы не рабы, рабы не мы. Да, на самом деле, с точностью до наоборот, как говорила моя бабушка. И, разумеется, все это существует. Существует вообще много разного. Много разных людей. Можно говорить о тенденциях. Ну, можно говорить, да. А можно говорить просто о том разнообразии, которым наполнен мир. Вот я пытался об этом говорить. Ты не пытался это говорить. Абсолютно. Я просто упоминал уже о том, что есть такие люди, такие и такие. Да. И я могу с какой-то большей очевидностью, например, говорить о собственных чувствах и эмоциях по этому вопросу. О чем я начал говорить. Что если бы я не был связан с Россией русским языком, и был бы вот точно такой же, то есть чувствовал, воспринимал окружающую действительность, как сейчас, но был бы другой профессией, я бы не стал здесь жить. По вполне понятным, нормальному человеку причинам. Именно опять же за некомфортность. Ну, это ты очень мягко называешь это с комфортом. Я имею в виду, что это отсутствие просто права, и все исходит отсюда. То есть абсолютный беспредел в жизни. Абсолютный. Когда те, кто призван тебя защищать, я говорю, скажем, о милиции и полиции, первые же тебя могут убить. То есть дальше уже некуда двигаться. Все, это уже край, точка. Я не хотел бы, чтобы в этом рождались мои дети, мои внуки, внучки. Надеюсь, что внучки. Ну, да. Не хотел бы. И именно поэтому я бы давно уехал, если бы я не был связан языком. Одну ремарку можно? Да хоть две. Интереснейшую вещь вчера я узнал, друзья мои. Я не буду по этическим причинам называть фамилии и имена, если можно. Придумай их. Да. Пишет письмо мне человек, живущий в Калифорнии. Наш человек, давно живущий в Калифорнии. Знающий английский язык. На все на свете. Пишет, боже мой, пишет человек, ради бога, пришлите мне учебники русского языка. Я говорю, что случилось, что такое. И дальше я читаю текст, от которого я падаю в обморок. Меня призвали в военно-морской флот США с тем, чтобы я преподавал солдатам и офицерам вверенного мне подразделения русский язык. На хрена? И что? Минуту. И что? Дело совершенно, Саша, не в русском языке. Можно... Я говорю о себе. Я понимаю. Для меня в русском языке? Когда моя жена жила в Канаде полгода, у нее 8 человек на дружеской основе. Называлось это борщи. Моя жена варила им борщи. Они приходили к ней, говорили с ней по-английски, а она за это говорила с ними по-русски. Ну, это уже особенность каждого конкретного человека, да? Вот ты говоришь, да. Я не говорю, что я не могу выучить иностранный язык. Я понял, понял. Просто я не хочу менять себя. Я понял. Потому что я довольно взрослый человек, я не хочу измениться и заниматься профессионально тем, чем я не хочу заниматься. Я понял. Во-во-во-во, одну секундочку. Вот ровно то, о чем говорит Саша, именно вот это. Я же достаточно много был там. У меня 95% знакомых и друзей и коллег живут там, которые постоянно меня, можно сказать, даже укоряют. Что, типа, какого черта тут забыл. Я же много там проживал. У меня была возможность, сейчас есть возможность просто взять и свалить, и даже есть с чем там зарабатывать на хлеб. И мне для этого даже по большому счету, честно говоря, не очень нужен русский язык. Потому что то, что я делаю, это я могу делать не сам, а мои помощники на куманном языке говорят, мне абсолютно плевать. А я с ними уж найду, как объясниться, да? Суть не в этом. А именно вот эта аура, так сказать, атмосфера. Честно сказать, я могу, я не знаю ни одного языка толком, но я очень быстро его изучаю. Потому что я знаю, приехав в страну, я буквально за короткое время начинаю сносно уже говорить на этом языке. Просто мне надо погрузиться в атмосферу. Вот по книге я не могу его учить, а погрузившись в человеческую атмосферу моментально учу. Вот, поэтому я, как говорю, знаю там несколько вармаризмов из восьми языков, но ни на одном толком не говорю. Вот, поэтому, соответственно, мне не хватает именно вот этого шумового русского эффекта, что ли, будем так говорить, да? Словарь шумит на перекрестке. Да, да, да. То есть, как тебе сказать, вот именно вот то, что мы сидим в кафе, и здесь не по-немецки говорят, да? Понимаешь, там не по-испански. Я очень люблю испанскую речь, мне очень нравятся испанцы. Но мне бы, честно говоря, наверное, было напряжено всю жизнь пожить среди испанского языка. Но ты не испанец, уж так случилось, в этом вся и штука. Вот я правильно говорю. Что лично я работаю в рамках этой культуры, и все мои проекты профессиональные, что является мою личность просто, да, составляет, они все связаны с этим языком. Вот я не могу именно объяснить, почему. Можно работать дистантно с русским языком, без интернета. Не в этом дело. Не в этом дело. Я говорю, что мне шумовой вот это вот не хватает. Это не то, мой дорогой, ты не точно обозначаешь. Может быть, я не точно. Мы лишимся от частности. Черт с ними давай. Скажем, Саша говорил, я говорил, да и ты говорил, мы просто рабы, и мы не можем жить среди свободных людей. Что такое свободный человек? Свободный человек – это человек, который отвечает за каждое свое слово и дело перед самим собой. Это я. И не может без этого жить. Это я. Юр, ты знаешь, я думаю, что мы как раз могли, да. Тогда… И даже ты, который так самокритичен. Тогда это только трусость. Пускай. И больше ничего. Нет. Я разделяю. Совершенно верно. Я с тобой совершенно согласен. Я разделяю. Если бы ты не мог жить без рабства, это был бы один разговор. А так как ты можешь жить без рабства, Андрей, ты не уезжаешь… Ну я не ты имею в виду, а вообще… Я про себя и говорю. Вот смотри. Я здесь живя, как ни странно, плачу налоги, не бросаю мусор мему урны, несу в подъезде. Ты свободный человек. Ты отвечаешь за свои слова и поступки. Я более того подписываюсь в интернете своим именем. Значит, ты не уезжаешь отсюда только по двум причинам. Первая причина называется семейная невозможность, как я, например, не могу сейчас все бросить и уехать. С этим я согласен. Вторая – трусость. Но не надо тогда себя причислять… Я-то, ты понимаешь, у меня-то гораздо хуже положение. Я-то себя свободным человеком назвать не могу. Вот моя жена очень часто говорит… Она смотрит со стороны на то, как я общаюсь с мастерами. Вот приходят на дачу эти ребята из города Железодорожный делать желоба жестяные для водостока. Она смотрит на меня и говорит, боже мой, ты же свой. Они немедленно вступают со мной в контакт. Я немедленно вступаю с ними в контакт. Сексуальные? Практически. То есть мы с ними становимся друзьями через пять минут. Потому что… Ну, это внешняя дружба. Саша… Ну хорошо, продолжай, Женя. Саша, она не может быть внешней, мне с ними хорошо. У меня классный диверсант получился. Послушай, как мне было хорошо с Димкой Кондаковым, который меня пинал и кричал «Жидовская морда», а я тянулся к нему. Я хотел, чтобы он научил меня всему, что знает он. Играть на гармошке, петь блатные песни, разговаривать так с девками, смотреть на прохожих без страха, разговаривать с ментом так, как будто их разделяет только цвет формы, и как будто завтра мент может стать кондаковым, а кондаков ментом. Легко. Ты понимаешь? Вот, у меня гораздо… Тебе этого хотелось в детстве, а сейчас… Да, да. Послушай, это вот хотение в детстве привело к тому, что мне с ними хорошо, я их понимаю, и даже если они меня будут убивать, я их буду понимать. Нет, понимать и принимать разные суть вещи. Ты знаешь что? Я их приму. Ну а я нет. А вот… Вот. Понять могу, принять нет. А я говорю, что у меня как раз положение страшно тяжелое в этом смысле. Понимаешь? Я… Именно тебе и писал «Голос разума», он там писал, что они никуда не уезжали, а ждали там, когда придут их арестовывать, их расстреливать, и отправят нахрен в Сибирь куда-нибудь. Я не могу сказать, что я ждал бы, когда меня арестуют, хотя, может быть, и это случилось бы, и стоял бы в лагере за картофельными очистками наверняка, и ел бы эти очистки наверняка. Я это знаю за собой. Ну, я вообще думаю… Послушай меня. Это очень важно, понимаешь? Потому что я не свободный человек, я раб. И мне будет крайне некомфортно, и было крайне некомфортно встречаться, разговаривать, общаться с западными людьми. Потому что я им страшно завидовал. Их манера держать себя, их умение улыбаться, спокойно смотреть на тебя, их умение принять твое мнение, не соглашаясь с ним, сохранив при этом уважение к тебе как к личности, у меня ничего этого на дух нет. Гладит по плечу. Понимаешь? На дух нет. То есть, завидуя им, ты хотел бы быть таким. Как они? Вот теперь, уже будучи взрослым, ты не хотел бы быть как сентяков, ты бы хотел быть как они, но я не смогу. Это другая история. Понимаешь, мне поздно. В моей крови бродит говно рабское. Но ты хотел бы этого. Возможно. Это симпатично для тебя. Это приемлемо. Да, это симпатично. Тебе не симпатичен сейчас Кондаков и этот мир? Нет. Нет. Но зато я Кондакова понимаю. А Джона Лорда Ланкастера нет. И не потому, что он говорит по-английски, а я по-русски. А по каким-то более глубинным вещам я их не понимаю. Я не понимаю, как можно разговаривать с полицейским так, как разговаривают они. Я так менту выскакиваю из машины и бегу сломя голову, доставая трясущимися руками права. Если мне мент показывает палочкой, остановись, я заранее виноват. Это понятно. Это понятно. Понимаешь, да? Ну, это, конечно, нужно изживать на личном частном уровне. Ничего не получится. Я, например, могу сказать за собой, что я это проделал. А я нет. И не скажу, что очень сложно он мне дался. Я тоже выскакиваю, а теперь давно уже не выскакиваю и разговариваю так, как считаю нужно. Молодец. Ну, это частная история каждого человека. Короче, пост господина по имени Голос Разума полностью относится ко мне. Я принимаю на себя все его, ну, это не оскорбления, как это назвать-то? Определения. А все его определения, всю его терминологию я принимаю на себя. Я считаю, что это чрезвычайно адресное по отношению ко мне обращение. И я абсолютно согласен со всем, что там сказано. Ну, за исключением мелочей, когда вот я говорил, примет Европа, не примет Европа. Но это мелочь, да? Да. Поэтому, друзья мои... На этой довольно трагичной ноте. Ну, я думаю, что она трагичная. По-моему, она просто так определяющая. Ну, уж как есть. Вообще все высказались по этому поводу, о том, что там опять Техет забил Орвова, я не знаю. Я забил. Ну, ты его все время пинаешь. Все время люди жалуются, говорят, чего Хефис пинает Орлова? Под столом. Под столом. Это они завидуют. Они сами хотят это делать. Попинать, в смысле? Конечно. Может, и кто не хочет попинать старика Орлова? Да, 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 да. Ну, я не знаю, как бы, можно сказать, на это можно ставить много точек. Точку, наверное, не поставим, потому что так, иначе мы уже обращались к этому. Мы будем возвращаться так или иначе. Это и вопрос от патриотизма, правосознания и прочего прочего прочего. Это замечательно. Ну, я единственное тут хочу спросить многоуважаемого господина Мика, пепсимиста, громко ли мы орали в этот раз, хорошо ли нас слышно? Нам напишут, да. Нам напишут, да. Окей. Пепсим, мы откланиваемся и всегда предлагаем с нами выпить чай. Будьте свободными людьми. Где хотите, здесь или там. Прозим. Прозим. И выпьем чай. Хорошо над Москвою рекой, Но говорят, что над Темсой не хуже Джентльмены и леди толпой Пикатильны под вечер утюжат, Подойдут, приподняв котелок. I love you, мол, и всё в том же духе. Ну, обождите, лорды, дайте срок. Я прибуду в Лондон хоть на брюхе. Эх, там мне бы по-английски навостриться. Да, вот только школа эта где ж? Ох, за границей не морды, а лица. За рубеж, господа, за рубеж. Ох, за границей она мне всё снится. За рубеж, господа, за рубеж. Хорошо над Москвою рекой. Ну, конечно, ведь выбора нету. Вот, может быть, угодишь буренгой, Если плохо заполнил анкету. Но поймёшь за пятнадцать минут, Что пейзаж не похож на богамы. Джентльмены ухрюмы идут, И какие-то стрёмные дамы. Да, вот нам бы всё на жрах, Всё-то напиться. А скучно стало, так и соседу в морду врешь. А за границей не материться, Не терётся, саруб твою ешь. Ох, за границей то крабы то биться. За рубеж, ё-моё, за рубеж. Ну, хорошо над Москвою рекой Слушал я соловья на рассвете. Только мне по душе не покой. Знать хочу, что творится на свете. Говорят, там комфорт и уют. Ни жратва, ни три пьёт, ни проблема. Джентльмены умеренно пьют. Ну, а фрау отдельная тема. Конечно, нам ещё учиться да учиться, Чтобы строить небоскрёбы светопеш. Ох, за границей ты просто жартица. За рубеж, он и есть за рубеж. Ох, за границей не обойдениться. За рубеж, за рубеж, за рубеж. Ой, за границей ты просто жартица. За рубеж, господа, за рубеж. Ой, за границей она мне всё снится. За рубеж! Я хочу за рубеж! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok